Девочки и мальчики Я не люблю, я еще как люблю Так, друзья, что тут у вас такое произошло перед программой, а? Даниил, рассказывай, что за книга у тебя в руках? Я читала книгу басен Басни, вижу басни Ивана Андреевича Крылова Ну, тебе не понравились басни, Полина? Да, эти басни хорошие, но только Данил мне читал уже целый час Целый час? Данил, ты что, действительно читал Полине стихи целый час? Ну, может и час, только я не заметил, когда пролетело время Ну что ж, Данил, прежде чем я начну что-то вам объяснять, давайте-ка напомним нашим телезрителям, что такое басня Можно я? Басни это короткое нравоучительное стихотворение Через них автор показывает недостатки людей Главные герои басни животные Ну, Полиночка, ты так интересно объяснила, что такое басня Такое ощущение, что ты прям выучила этот текст Кто тебе помог так разобраться? А нам так в сядике объясняли Очень хорошо объяснили А ты молодец, что правильно все запомнила Только я немножко еще добавлю И добавлю вот что Главными героями басен могут быть не только животные, но еще предметы и люди Человека, который сочиняет басни, называют баснописцем А книгу, которую целый час... Даниил, дай, пожалуйста, книгу Целый час Даниил читал Полине Написал известный русский баснописец Иван Андреевич Крылов И вот у него, ребята, есть замечательная басня Которая поможет вас рассудить и очень, надеюсь, примирить Называется басня Демьянова уха Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай Соседушка, я сыт по горло Нужды нет, еще тарелочку Послушай, ушица Ей же ей на славу сварена Я три тарелки съел И полно, что за счеты Лишь стала бы охоты А то в здравье ешь до дна Что за уха, да как жирна Как будто янтарем подернулась она Под те же, миленький дружочек Вот лещик, потроха Вот стерляди кусочек Еще хоть ложечку Докланися, жена Так подчевал сосед Демьян Соседа Фоку И не давал ему ни отдыху Ни сроку А с Фоке уж давно катился Градом пот Однако же еще тарелочку Он берет Сбирается с последней силой И очищает всю Вот друга я люблю Вскричал Демьян Зато уж чванных не терплю Ну скушай же еще тарелочку Мой милый Тут бедный Фока мой Как не любил уху Но от беды такой Схватя в охапку Кушак и шапку Скорей без памяти домой И с той поры К Демьяну не ногой Писатель Счастлив ты Коль дар прямой имеешь Но если помолчать Во время не умеешь И ближнего ушей Ты не жалеешь То ведай Что твои и проза И стихи Тошнее будут Всем демьяновой ухи Вот такая басня У Ивана Крылова Я так понимаю Наша Полиночка Сегодня наелась Твоей ухи Даниил Да? А тебе понравилась басня? Да, по-моему Я переборщил с ухой То есть со стихами Надо же А вот эту басню Я и не читал А учит она Тому, что Все хорошо В меру Даже если уха Ну уж Очень вкусна Не надо быть Назойливым хозяином Иначе гость Убежит От чрезмерной Любезности А вот если бы ты Полиночке прочел Всего лишь Несколько басен Она бы не рассердилась Ну сначала мне нравились Его басни А потом мы отоели У каждого есть много увлечений И мы рассказываем о них друг другу Делимся впечатлениями Но только делать это нужно тактично То есть в меру и неназойливо И обязательно тогда, когда удобно всем Я понял, Даняша, свою ошибку Прости меня, Полинка, за назойливость Ну что ты, Данил Я уже не злюсь А басни мне очень нравятся Вот и хорошо, что мы разобрались с вами А теперь, я думаю, есть немножко времени Посмотреть мультфильм Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот и мультфильм посмотрели А теперь, ребята, давайте прощаться До свидания, дорогие ребята Спокойной ночи, друзья И ангела-хранителя Ночь вздыхает сладко-сладко Звезды светятся в окне Малыши в своих кроматках Улыбаются во сне Дремлет облака в постели Спят игрушки и цветы Детям лунной колыбели Снятся сказочные сны Белокрылый ангел Сон твой охраняет Над тобой кружится и благословляет Прикоснется нежно В небо улетая Сладко спите, дети Баю-баю-баю Сладко спите, дети Баю-баю-баю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова